Явно в твоём диалоге видно, что ты относишься к Лаудинову не столько потому, что он кадыровец, а потому, что он умнее тебя и намного грамотнее. Тумсо, где гарантии, что независимая Чечня не будет, как Таджикистан, Туркменистан и Асадовская стили. Тумсо, я не удивлён, что в Европе тебя обвиняют в том, что ты агент Кремля. Тумсо, ваши видео про лезгин ещё гуляют, сиди лезгин и вы, уважаемый, у нас недавно только в ТикТоке видел. Ещё вопрос. А у чеченцев есть национальная кричалка, как у адыгов, лезгин, осетин и так далее? Национальная кричалка. Ну какой-то лозунг, наверное, говоришь? Конечно, есть и не один, наверное, лозунг. Эти лозунги, они, как правило, появляются во время каких-то событий. И у нас, например, во время первого вторжения России у нас был лозунг «Маршаля Ожева», то есть «Свобода» или «Смерть». И, в общем, какие-то такие лозунги они есть. Говорят, ты обходишь тему касаемо евреев. Евреев, так хотел сказать. Если да, то не в Париж до сих пор бихканбогона. Интересно, какие темы касаемо евреев я обхожу? Можно сейчас попробовать? Ты можешь попытаться задать какой-то вопрос касаемо евреев и проверить, обхожу я эти темы или нет. Возможно, я просто не говорю то, чего хотелось бы услышать некоторым людям. Или, точнее, скорее я говорю то, чего они не хотели бы слышать. Ведь когда происходят какие-то подобные события, происходящие сейчас в ГАЗе, то люди же в основном делятся на две категории, две крайности. С этой стороны, значит, самые жесткие высказывания в том направлении, с этой стороны жесткие высказывания в том направлении. И когда ты какую-то из этих крайних позиций не занимаешь, то не нравится это тем, кто хотели бы, чтобы ты занял эту позицию и начал бы тоже просто голословно что-то кидать. А я пытаюсь быть объективным, сдержанным, хладнокованным. Тумсо, где гарантии, что независимая Чечня не будет, как Таджикистан, Туркменистан и Асадовская Сирия? А где гарантии, что независимая Чечня не будет, как Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция или Норвегия? Встречный вопрос. Ну что, я не удивлен, что в Европе тебя обвиняют в том, что ты агент Кремля. Чем больше тебя слушаю, тем больше у меня подозрений, что ты из Кремля, ибо у тебя слишком много установок таких, как у Путина. Прости, а в Европе меня обвиняют в том, что я агент Кремля? Просто я пока таких обвинений не получал. Как только обвинят, я это как-то прокомментирую, наверное. Если бы ты был зятем Аптея Лаудинова, в первую очередь, что бы ты сделал? Я не знаю. Я никогда не думал об этом. Как вообще эта мысль пришла к тебе в голову? Ну вообще, моя оценка Аптея Лаудинова, я к нему отношусь не так плохо, как вот к остальным, допустим, типа там Иудовым и прочим. Потому что, как бы это правильно объяснить. Понимаете, зло, оно тоже бывает, у него бывают свои степени. Бывают вообще, допустим, какие-то мерзкие люди-мрази. Бывают чуть менее мерзкие, еще менее. Бывают, вот у них же тоже есть своя такая вот категория. Разновидные они бывают. И вот, допустим, если поставить на там разные чаши весов, поставить, скажем, Иудова и Лаудинова, то Иудов, он гораздо более вот мразь. Потому что в его истории есть предательство, когда он был конкретно на одной стороне и поменял эту историю и эту сторону. История с Лаудиновым не так. Лаудинов, он вообще там, они, начиная с его отца, как минимум, они находятся в оппозиции. То есть они стали предателями до вот этих последних событий. Кто-то может сказать, какая разница, когда стали. Ну, разница в этом есть. Потому что, когда, например, когда, например, конкретный вот этот человек совершает предательство, а здесь его отец совершил, а к нему оно перешло просто по наследству, у тебя все равно по-разному ты к этому относишься. Поэтому у меня к Лаудинову ненависти, наверное, немного меньше, чем, допустим, к Кадырову или к Иудову. И мне бывает чаще, забавнее, наверное, его слушать, смотреть. Например, вот эти вот его речи там про войско Иисуса и прочее. Ну, понятно, что он такой бред, такую хинею он несет. Но это не вызывает какой-то вот злости. Это у меня скорее вызывает какое-то чувство, может быть, испанского стыда, какого-то там дискомфорта. Но нежелание совершить с ним что-то такое. В отличие, например, от Иудова. Иудов, чтобы он не говорил и чтобы он не делал, это очень мерзкий тип. Сунышка в РОВД нет, а есть Севноводский, и начальник там уже не тот. Да, кстати, они же переименовали район. После него поменяли обновление информации. Ну, может быть, у меня она не обновлена, какое-то уже возможно. Но я думаю, многие поняли, о кого я говорю. Явно в твоем диалоге видно, что ты относишься к Лаудинову не столько потому, что он кадыровец, а потому, что он умнее тебя и намного грамотнее. В этом весь ты. И смеясь, ты пытаешься убедить всех. Но поскольку это твоя оценка, я понял, грамотности, а раз ты мой монолог называешь диалогом, то я думаю, твоя оценка грамотности не заслуживает того, чтобы я обращал на нее какое-то пристальное внимание. Хотя в целом соревноваться в грамотности с этими людьми мне неинтересно. Многим из них я уступил бы в грамотности. Если, например, посадить сегодня, писать диктант меня и, скажем, Жамбулата Умарова, скорее всего он напишет диктант лучше меня на русском языке. И, скорее всего, он гораздо более образованнее и грамотнее меня. Но это ничего не меняет. Это не тот вопрос, который меня заботит. А Лаутинов, конечно, вряд ли окажется грамотнее и умнее меня. И вряд ли он напишет диктант лучше меня. Я просто и лично с этим человеком общался, когда меня похитили. Я сужу о нем не понаслышке. Поэтому грамотностью он, конечно, не блещет. И его разговоры про войско Иисуса и так далее это скорее показывает отсутствие у него какой-то грамотности. Но вообще говорить о грамотности и пытаться быть грамотнее этих людей не в этом моя цель. Будь они миллион раз грамотнее меня, это не сделает их... То есть они станут выглядеть лучше меня. Потому что каким бы грамотным человек ни был, если он в целом лжет, и если он вынужден лизать сапог своего хозяина, то даже самый грамотный человек выглядит очень ничтожно. Его не спасает эта грамотность. От того, что ты этот сапог лижешь грамотно или безграмотно, вы оба лижете. Поэтому для хозяина, может быть, это имеет какое-то значение. Он, возможно, он грамотно лижущего будет воспринимать как-то лучше, а может быть, наоборот, в зависимости от того, какие у него ценности. Но мы с ними в этом соперничать не будем. В этой грамотности. И еще, даже говоря о том, что там Алаудину, допустим, вряд ли будет грамотнее меня, я не говорю, что я грамотный. То есть, моя грамотность, она на самом деле не на каком-то там высоком уровне. По вопросам там написания каких-то текстов и так далее, у меня очень много проблем. И я когда, например, пишу какой-то текст, мне присылают какие-то исправления там очень часто. Поэтому я никогда не говорил, что я человек грамотный. Если мы говорим о грамматике русского языка. Субтитры создавал DimaTorzok